Пророки в Новом Завете Пророки в Новом Завете Пророки отличительны от других служителей Они обязаны видеть в сфере Духа Они обязаны находиться там Для того, чтобы предупреждать Для того, чтобы Пророк это человек, который дает ведение Он дает ведение Аллилуйя, аминь Кстати, насчет пророков еще одна вещь Чтобы вы знали Как и ветхозаветные пророки Хотя я их не встречал Я тогда еще не жил Так и новозаветные пророки Основатели и не только Сегодняшние пророки Они все интересные люди Они немного грубоватые такие все пророки Как бы Допустим, Смит Вигглсворд Он был пророком, если вы знаете И он был таким Если снаружи посмотреть, люди думали, что он такой грубиян Но люди, которые общались с ним близко Они знали, что у него было очень мягкое сердце И поэтому пророки, они как бы У них внутри они такие мягкие А сверху они такие очень серьезные Да? Я не знаю, если вы встречались с пророками Вы понимаете, о чем я говорю Аллилуйя Хорошо Павел был пророк высшего ранга Мы уже читали с вами Это Ефесянам Третья глава Он говорит о себе такую вещь Для сего я, Павел, сделался узником Иисуса Христа За вас, язычников Четвертый стих То вы, читая, можете усмотреть Мое разумение тайны Христовой Которая не была возвещена прежним поколением Сынов человеческих Как ныне открыто святым апостолам его и пророкам Духом святым И вторая глава Он говорит здесь Быв утверждены на основании апостолов и пророков Имея самого Иисуса Христа Краеугольным камнем То есть Павел являлся пророком высшего ранга Или высшего уровня И его помазание отличалось От помазания, к примеру, пророка Агава Откройте Деяние 11 главу Деяние 11 глава 28 стих И один из них Давайте 27 В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию Пророки И один из них По имени Агав Став Предвозвестил духом Что по всей вселенной будет великий голод Который и был при Кесаре Клавдии Он не был пророком-основателем Но он был пророком Которого Бог помазал на пророческое служение Но он не был таким пророком, как Павел Или как другие апостолы Он был пророком Который возвестил Но он не мог ничего ни добавить Ни прибавить, ни убавить К основному откровению Вот это очень важно Если человек говорит, что он пророк И он отходит от основного откровения Что такое основное откровение? Это Иисус краеугольный камень Это Иисус, на котором мы строим свою жизнь Иисус Божий Сын Иисус Бог Слова То есть Он Бог Слова Он Бог Слова Он Бог Сын Понимаете? Вначале было Слово, и Слово было у Бога И Слово было Бога Вот если вот от этого основания Отходит пророк То это может быть или лже пророком Или, друзья Его нужно наставить на путь истины Вы знаете, есть еще пророки Которые не имеют полноту Таким человеком То есть они могут двигаться В пророческом как бы призвании Таким человеком мог быть Даже тот же Аполос, друзья Которого когда приняли Как эти евреи были? У них домашняя церковь была Акила Прескила, спасибо Они его наставили на путь Божий Потому что они были научены Апостолом Павлом Они были научены Пророком-основателем И они Аполоса направили Ну вы помните, да, этот момент? Когда они встретились Ну ладно Хорошо Давайте дальше Павел был пророком высшего разряда И помазание было больше у него Чем у Агава То есть его помазание было Отличительным намного Агав был не такого ранга Но мы должны понять Что пророки Не могут ничего добавлять И убавлять Из заложенного основания Основное служение пророка Многие это не понимают Как и Ветхозаветнего Так и Новозаветнего Это проповедь и учение Это проповедь и учение Аллилуйя Это проповедь и учение Вообще Давайте посмотрим Еще одно местописание Если мы говорим О новозаветних пророках Это евреям Мы уже говорили об этом Восьмая глава Шестой стих Евреям 8,6 Но сей первосвященник Получил служение Тем превосходнейшее Чем лучшего он Ходотай Завета Который утвержден На лучших обетованиях Давайте откроем Еще одно местописание Это второе Коринфянам Второе Коринфянам Третья глава Пятый стих Не потому что мы сами Способны были Помыслить что от себя Как бы от себя Но способность наша От Бога Он дал нам Способность быть Служителями Нового Завета Не буквы Но Духа Потому что Буква убивает А Дух Животворит Новозаветные пророки Это пророки Духа Аминь Хорошо Иисус Это классический Пример пророка Иисус действовал Во всех Пяти дарах Служения Он пришел Как апостол Во-первых Иисус Он Сын Божий Иисус Он Бог Если Иисус Не Бог Послушайте внимательно Я понимаю Что некоторым людям В Израиле Это режет уши И не только сегодня К сожалению В Израиле Если Иисус Я понимаю Что когда я проповедую Религиозным людям Я не буду говорить Иисус Бог Потому что нужно Кстати я получил Одно откровение Тоже вам так Бесплатно Когда мы говорим Шма Исраэля Дуна и Луэйну Анна и Хат Друзья Это непросто Я вам скажу Потому что вера Приходит от слышания Слышания от Слова Божьего Вы можете сказать А что Они же все равно верят Что Бог есть Един Или Бог есть один Друзья Не важно Но мы провозглашаем Бога Который является Отцом Господа Нашего Иисуса Христа Написано И когда мы это делаем Когда мы провозглашаем Эту молитву Шма Исраэля Дуна и Луэйну Адуна и Хат Барух Шем кевод Мальхуто Леолям Ваэт Мы провозглашаем Его Царство И даже если Мы делаем это И они не слышат Духовный мир Откликается Духовный мир слышит Это тоже вам пророческое Просто такое Просто я молился И Бог мне сказал Я начал каждый день Это провозглашать Смотря на Иерусалим Шма Исраэля Адуна и Луэйну Адуна и Хат Барух Шем кевод Мальхуто Леолям Ваэт Ве Ишуа Мешихо Амин Пусть духовный мир Слышит, друзья Потому что Перед тем, как Физический мир Отреагирует на что-то Духовный мир Должен покориться Амин Ой, я вас завтра Буду об этом учить Как покорять Духовный мир Хорошо Важно, чтобы В духовном мире Знали ваше имя И важно, чтобы Бог знал ваше имя Вы можете мне сказать Что Бог знает Все волосы У нас И у неверующих И у верующих Сколько у них волос И так далее Некоторых людей Бог не знает Их имя Потому что Их имена Не интересуют Бог Мы, как новозаветные люди Должны знать Что наше имя Оно Во Христе Ладно Об этом завтра поговорим Хорошо Где мы были? Иисус Это классический пример Пророка Матфея 9 глава 35 стих Что должен делать пророк? Потому что люди думают Что пророк Это тот человек Который направо Налево Раздает пророчество Друзья Это не так Если вы так думаете Вы ошибаетесь Пророк Это не тот человек Который направо И налево Раздает пророчество Чаще всего Когда я вижу Таких пророков Которые направо И налево Раздают пророчество Я знаю Что они не пророки Это еще младенцы 35 стих 9 главы Матфея И ходил Иисус По всем городам И селениям Уча в синагогах Их проповедуя Евангелие Царствие И исцеляя Всякую болезнь И всякую немощь В людях Что он делал? Он учил И проповедовал Служение пророка Это учить И проповедовать Прежде всего Я вам скажу Даже в Ветхом Завете В Танахе Пророки Они в основной Своей части Проповедовали И учили Священники Они наставляли Народ в законе Они приносили Жертвы За народ И за себя Но пророки В Ветхом Завете Это были люди Которые Были наделены Властью Проповедовать И учить Возвращать народ К Богу Так же и в Новом Завете Это не изменилось Пророки Это люди Которые проповедуют И учат Друзья Аминь Павел Давайте посмотрим На Павла Потому что Павел был тоже Одним из примеров Пророков Пророка Который делал Это 1 Тимофею 2 глава 1 Тимофею 2 глава Аллилуйя 1 Тимофея 2 глава 7 стих Для которого Я поставлен Проповедником И апостолом Истину Говорю во Христе Не лгу Учителем Язычников В вере И истине Здесь он за себя Говорит Павел Как о проповеднике Как о апостоле Но мы сейчас Апостола не касаемся Потому что Другая тема Как о проповеднике И как о учителе Вот Он говорит Что пророк Он призван Если вы спросите Меня может ли Один человек Нести Пятигранное служение Наверное все Пять Может и может На каком-то Этапе жизни Но это не навсегда Не навсегда Это очень важно Может быть Апостолом Я верю Что самое Большее Что несет Человек Послушайте Это 2-3 Дара служения Самое большое Которое может Нести человек Пастырь К примеру Пастырь Основатель церкви Он может быть Также и апостолом Потому что Апостолы Это люди Которые основывают Церковь Также Пастырь Может быть Пророком Пастырь Обязательно Мы сейчас Не за пастыря Говорим Пастырь Обязательно Должен Учителен Обязательно Должен Уметь учить Пастырь Может быть Проповедником Евангелистом В определенный момент Он евангелизирует Людям Понимаете Поэтому Друзья Здесь Это не то чтобы Я вот за себя говорю Не то что надо тянуть Все одеяло На себя Нет Но бывает Такой момент В жизни Когда Бог употребляет Людей В дарах Служения Во всех Пяти дарах Потому что Богу так угодно Мы сегодня Говорим о пророке В данном контексте Мы видим что Пророк Павел Скажу так Он являлся Апостолом Он являлся Учителем И он Потому что Учитель Это миллион процентов Потому что Все эти книги Мы читаем Все его послания И он являлся Проповедником Он о себе говорит Я говорю Не лгу во Христе Говорю вам истину Что я такой Второе Тимофея Первая глава Одиннадцатый стих Для которого Я поставлен Проповедником Апостолом И учителем Язычников А в тринадцатой Главе Деяния Написано Некоторые пророки Учителя Были там В тринадцатой Главе Деяния То есть Павел Был пророком Который основывал Или закладывал Основание Поэтому Друзья Если вам казалось До сих пор Что пророк Это человек Который все время С утра до вечера С вечера до утра Должен пророчиваться Это не так Пророк Это человек Который должен Проповедовать И учить Вообще Пророк Это не гадалка Поэтому К нему не нужно Ходить гадать Кстати Это очень важно Так же нам Понять Особенно людям Которые пришли С мира Я не хотел Никак обидеть Я в прошлом В прошлом уроке Сказал Что Есть некоторые Пятидесятнические Церкви Но И харизматические Тоже некоторые есть Допустим В некоторых странах Где есть Пророческая конференция Билет стоит Столько И каждый Получит Пророчество Ой Друзья Это уже Какое-то Гадание На кофейной гуще Или там Как это там Я не знаю Это уже Что-то не в порядке Здесь Если Бог Не двигает Как это Каждый Получит Пророчество Это уже Какое-то Корыстолюбие Это серебролюбие Какое-то Да Понимаете Мы говорили о том Что Пророчествовать Мы начинаем При рождении Свыше Там местописание Было Подтверждали Когда я Сказал Пророчество Мы говорили О том Что Есть дар Пророчества Есть дар Пророчества Есть Который Человек Пророк Есть Который Пророчествующий Что мы Пророками Становятся От утрубой Матери Да Вы подтвердили Это Еремия первая глава. А то, что пророчествовать, мы начинаем при рождении свыше от Духа Святого. Да. Местописание вы говорили какое-нибудь? Нет, я не говорил, но я тебе скажу прямо сейчас. Открой вместе со мной Диане. Аллилуйя. А? Да, девятнадцатая глава. Спасибо. Девятнадцатая глава Диане. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя в верхние страны, прибыл в Эфес и найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа у верового? Они же сказали ему, мы даже не слышали, есть ли Дух Святой. То есть они не были рождены свыше. Однозначно. И он говорит, он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, вояново крещение. И он говорит им, Павел, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Аминь. Они возродились свыше, поверили в Иисуса Христа, что Он Господь. Хорошо, ответил я тебе? Есть еще одно местописание? Да, хорошо. Пока вот так. Есть какой-то вопрос? Вопрос, только вопросы. Есть вопросы? Друзья, не стесняйтесь. Я уже сказал сразу моему брату Циену, что не на все вопросы я смогу тебе ответить, но по данной теме отвечу. Потому что бывают вопросы, на которые совсем на другую тему. Хорошо. Есть вопрос, Рушель? Добавить не надо. Вопрос есть? Хорошо, спасибо. Я знаю, что я слишком добрый пастырь, но сегодня я как пророк. Хорошо. Вообще пророки не гадалки и не раздают направо-налево пророчества. В основном они проповедуют и учат, как я сказал. Но пророчествуют пророки под влиянием сиеминутным. Я знаю, как это происходит. Когда Бог вдруг Бог дает тебе слово. Ты не думал о нем? Послушайте, это очень важно понять, кто такой пророк. Ты не думал об этом слове, ты не размышлял о нем, ты не знал этого. Бог дает тебе это просто Божье влияние. Это происходит моментально. Пророк не может этого контролировать, друзья. Пророческие духи послушны пророкам, но я говорю немного о другом сегодня. Я говорю о том, что когда пророк входит в свое служение, и когда вдруг Бог наполняет его, он не может контролировать эти вещи. Он начинает говорить. Одним из элементов служения пророка является вдохновенные Богом изречения, или изречения под помазанием и силой Святого Духа. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Еще одна важная вещь. Пророк это не человек, который ведет церковь. Чтобы вы знали. Если в Танахе или в Ветхом Завете пророки вели народ, то в Новом Завете это изменилось, друзья. Ефесянам четвертая глава. С первого стиха. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в который вы призваны. Со всяким... Я вообще думаю, знаете, что вот эта глава, она вначале начинается к людям с пятигранным служением. Ну, мне так кажется. Со всяким сверенномудрым и кротостью и долготерпением снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как и вы, призваны к одной надежде вашего звания. Я думаю, вот это все послание, вот это все послание, это к людям, которые состоят в пятигранном служении. Почему? Знаете? Потому что так часто видишь, как пастыря, пророки, апостолы между собой спорят, кто же из них круче и пытаются доказать это. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как и вы, призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошедь на высоту, пленил плен и дал дары человекам. Здесь не говорится о дарах Святого Духа. Здесь говорится о дарах служения. А вошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. Не шедший он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил. Кто поставил? Как его зовут? Ешуа, да. Он поставил, Иисус поставил. Одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцем и колеблющимися и увлекающимися всяким ветром мучения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви, для созидания самого себя в любви. Здесь несколько моментов я хочу вам показать, друзья. Прежде всего, пророк это человек, который призван, еще раз повторяюсь, учить и проповедовать телу, учить тело и проповедовать людям, вообще всем. Дальше, пророк новозаветник, он не ведет церковь, он не направляет, потому что в данный момент, на данном этапе есть пятигранное служение, в данный момент, на данном этапе, в данное время есть Дух Святой, который живет в каждом человеке, послушай, в каждом человеке, и каждый человек что делает? Получает приращение для созидания самого себя в любви, потому что Дух Святой живет внутри него. Вот этим отличаются пророки. Пророки не могут, конечно, если Бог направляет и новозаветник пророков, они могут тебе прийти и сказать, так говорит Господь, мне Бог сказал, сказать тебе, могут сказать слово знания, слово мудрости, могут сказать пророчество, могут там что-то это сделать и сказать. Но, еще раз, я просто хочу сделать акцент на том, что все водимы Духом Божьим суть Сыны Божьей. Мы все призваны, друзья, не возлагая ответственность на служителей следовать за Богом. Аллилуйя. Пророк может только лишь, я вчера говорил уже, пророк, сейчас, пророк или человек, действующий в пророческом даре, может только лишь сказать тебе то, что внутри твоего сердца, что отзывается. Если нет, то мне так кажется. Очень часто так в моей жизни. Если нет, скорее всего, это не от Бога, то, что он говорит. Вопрос, дай я, пожалуйста, микрофон включу. Микрофон. Вопрос у меня есть. Человек пришел в такое положение в своей жизни. Допустим, человек пришел в такое положение. В своей жизни, что он не знает, куда идти, что ему делать. И он как бы ищет этого слова, ищет этого ведения, которого не имеет. И он приходит, как бы, естественно, к пророку. Хорошо. Я скажу так, еще раз. У нас есть Писание. Во-первых, если человек не знает, что ему делать, ему просто нужно, простите за такое выражение, тупо следовать Писанию. Просто, вот как оно есть, следовать тому, что говорит Господь в своем слове. И все ясно. Бог говорит, что говорит Бог делать? Молиться. Бог говорит, молиться. Бог говорит, пребывать в слове. Я не верю, что новозаветний человек, который молится и пребывает в слове, он не получит от Бога ответ или не получит от Бога водительство. Потому что, я же уже сказал, если Дух Святой живет внутри нас, да, нужно, да, мы отбращаемся к пророкам, да, я знаю пророков, которые, я могу ему сказать, помолись со мной вместе, я могу ему сказать, помолись за меня, но не так, чтобы приходить к пророкам, как к гадалкам и задавать им задачу, знаете, как к гадалкам приходят, что меня ждет? Такого не должно быть. Это не от Бога. Саул пошел к этой женщине. И что произошло потом? Конец был очень худой и плохой. Мы люди Нового Завета. Мы все священники и цари. Так написано в Библии. Мы все имеем помазание внутри себя. Мы должны взыскать, каждый из нас призван взыскивать Бога в своей личной тайной комнате. Но если есть какой-то момент в жизни, когда человеку тяжело и пророк может за него помолиться, это не по заказу. Мы не можем, вот о чем я говорю, мы не можем заказывать пророчество. Если Бог, если пришел ко мне кто-то, как пророку, к примеру, как пастырю, это ясно. Как пастырю, ко мне кто-то пришел на совет, для совета, для консультации, я пастырь. Но если кто-то ко мне пришел как к пророку, и я молюсь за него как пророк, понимаешь, человек не может заказывать музыку. Понимаете, что сегодня происходит в основном? Это когда люди приходят, да, к апостолам и пророкам не приходили с пустыми руками, давайте об этом скажем тоже. Они приносили к ногам апостолов деньги, все в порядке, но сегодня люди извратили это настолько, что они приходят с дарами, с деньгами для того, чтобы получить от пророка слово. Но такого не должно быть, друзья. Я сам, ты знаешь, мы в нашей семье, мы приучены, когда приезжают божьи люди, не ходить к ним с пустыми руками. Бог приучил меня к этому. Но это не для того, чтобы купить какой-то дар. Это не для того, чтобы, понимаете, я пришел, чтобы получить слово. А вдруг в этот момент Бог не дает мне слово через пророка. Поэтому нам нужно взращивать свой дух для того, чтобы наши чувства навыкам были приучены к развлечению добра и зла. Вот о чем я говорю. Я ответил тебе или нет? Спасибо. Есть еще вопросы? Дальше. Мы сейчас коснемся музыки. Музыка. Сейчас одну вещь скажу. Откройте вместе со мной. Калабаралабоси талабаралабас. Четвертая царств, третью главу, пятнадцатый стих. Мы вчера говорили об этом. Аллилуйя. Четвертая царств, третья глава, пятнадцатый стих. Музыка имеет очень важное значение. Не главное. Я считаю, это опять мое мнение. Можно с ним спорить хоть до утра. Я как служитель ставлю у нас есть четыре столба в церкви. И одно из столбов это не столбы, столбы. Одно из столбов это прославление и поклонение. Я считаю, что это одно из важнейших служений, потому что оно напрямую связано с Богом. Но я считаю, что это служение вспоможения. как как и в ветхом завете, так и в новом завете. я считаю, я считаю, что прославление и поклонение это служение вспоможения для проповедника, для учителя и для пророчествующего человека. Потому что когда прославители и поклонники служат Богу, они открывают небеса. Духовная атмосфера меняется, и тогда пророк может двигаться в сильнейшем помазании. 3 глава, 15 стих. Аллилуйя. Теперь позовите мне гуслиста, и когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. Рука Господня это Дух Святой, это Сила Божия. Рука Господня это Святой Дух. Это то же самое помазание, Сила Божия. Когда мы говорим Сила Божия, мы имеем в виду Дух Святой. Мы уже об этом учились раньше, поэтому старятся. Хорошо, друзья. И он сказал, так говорит Господь. Смотрите, у меня были моменты в жизни, когда было пророческое помазание. Вдруг приходил Бог, шах, начиналось пророчество. И потом прославители что-то такое заиграют. Все, помазание все начинает уходить. И ты говоришь, стоп, не надо играть ничего. Тормози, ничего не играй, я не хочу. Для того, чтобы не потерять пророческое помазание. Вот это очень важно. Поэтому важно, чтобы в пророческом служении были пророческие поклонники и прославители. Чтобы звучала пророческая музыка. Не всегда это должна быть песня. Иной раз это может быть просто музыка какая-то. Иной раз это может быть быстрая музыка, медленная музыка. Но музыка в данном контексте или прославление, поклонение, как мы это называем, оно настолько важно, потому потому что гус-лист был здесь необходим. Если он был Елисею необходим, то тем паче необходим и всем нам, пророкам так называемым, или людям действующим в пророческом даре. Конечно же, Бог может и быть без гус-листа, но когда есть гус-лист или когда есть прославление и поклонение, и это определенное поклонение, тогда помазание начинает возрастать, и тогда пророку легче двигаться в сверхъестестве нам. Запомните. Поэтому многие люди, кстати, ошибочно осуждают нас, они говорят, они там гипнозом занимаются, они не понимают духовный мир, понимаете? Даже шаманы, друзья, они бьют в какие-то барабаны, еще другие всякие эти, они же откуда это все взяли? Они это все взяли от Бога, они все своровали. Дьявол ничего сам не изобрел, он все крадет от Бога, друзья, чтобы вы знали. И вот послушайте, нас обвиняют все. Это неправда, друзья. Мы используем музыку не для того, чтобы ввести кого-то в транс. Мы используем музыку духовную, мы через это поклоняемся Богу для того, чтобы помазание или сила Святого Духа удвоились на нас. Понимаете? Вот для чего мы используем музыку в данном контексте. Вообще мы используем музыку прославления голоса для того, чтобы прославлять Бога. Но в данный момент мы Мы используем музыку не для того, чтобы вести, я вот повторяюсь, это очень важно, потому что здесь записывают, не для того, чтобы вводить кого-то в транс и гипнотизировать, потому что мы не владеем этим. Все, что у нас есть, это помазание Святого Духа. Все, что есть у пророка, это сила Святого Духа, это его призвание. Смотрите, сила Святого Духа приходит на призвание. Понимаете? Сила Святого Духа не приходит просто так Она приходит на призвание Запишите себе это Что сила Святого Духа В данном контексте То есть о чем мы говорим О пророческом служении Оно приходит на призвание И когда человек уже стоит в своем призвании И служит в своем призвании как пророк Музыка пророческая Она помогает ему подняться из сферы естественного сверхъестественная. Потому что сверхъестественный мир открывается через естественную музыку, помазанную Святым Духом. Я ясно объясняюсь? Есть вопросы какие-то? Потому что сейчас будем уже скоро заканчивать и молиться. Я думаю, на сегодня хватит. Вопросы есть? Нет вопросов? У матросов нет вопросов? Аллилуйя. Четвертое царство. Четвертая глава. О, Аллилуйя. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, раб твой мой муж умер. Ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. И сказал ей Елисей, что мне сделать тебе? Скажи мне, я чувствую пророческий дух надвигается на нас. Скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала, нету рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. Сказал, пойди попроси сосудов на стороне, сосудов порожных. У всех соседей твоих набери немало. И пойди заприть дверь за собой и за сыновьями и наливай во все эти сосуды, полные оставляй. Пошла от него, заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, и она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд. Он сказал ей, нет более сосудов. И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал, пойди, продай масло, заплати долги твои. А что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими. Аллилуйя. Это потрясающее место Писания, которое всегда на протяжении с 2000 года вдохновляет меня все эти 16-17 лет, пока я здесь. Что у Бога есть помазание, которое больше, нежели деньги. У Бога есть помазание, которое больше, нежели ресурсы. У Бога есть помазание, это небесный ресурс. Аминь. И поэтому мы будем за это молиться в субботу, мы будем это пророчествовать, если позволит Бог во имя Иисуса Христа. И мы будем... Вообще пророчество, одно из толкований пророчества, что это за слово, это провозглашение, друзья. Провозглашение Божьего Слова. Провозглашение Божьего Слова. Поэтому мы будем изрекать и провозглашать Божье Слово. Аминь. Поэтому, если у вас есть какие-то друзья, должники, или кому нужен финансовый прорыв, приглашайте их на субботу. Вообще я верю, что Бог скоро поднимет в своей церкви бизнесменов и бизнесвуменс, серьезных людей таких. Аминь. Но только чтобы они помнили, что Бог им деньги дает не для того, чтобы они обогащались в себя, чтобы служить народу Божьему. Хорошо, встаньте, помолимся, если у вас нет вопросов. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя. Кураба шанда. Раба ла комбра ли ма си калабра ла коту робус. Ребеди брала ма си брая ла ма санду. Ребеди брала ма сиа. Я хочу сказать одну вещь. Вчера я сказал, потому что кого-то из вас не было. Все мы имеем доступ к благодати и все мы можем пророчествовать на том уровне веры, который есть у нас. Поэтому, если вы чувствуете, что Бог дает вам пророческое слово, не останавливайте Святой Дух, не контролируйте Святой Дух, говорите Слово Божье, провозглашайте Слово Божье, говорите пророчество во имя Иисуса. Аминь. Кураба. Только вы знаете, да, еще, что пророчества новозаветные они созидают. Что там они делают? Три вещи. Увещевают? Назидают. Аминь. Аллилуйя. Кураба, шандала, рабосе, телебрала, которобос. Господь, мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Мы просим Тебя сегодня, Дух Святой, чтобы Ты закрепил это учение, чтобы Ты, Господь, сегодня помазал, Господь, то, что мы слышали, Господь, и чтобы, Господь, это вошло внутрь нас, Слово Твое, и принесло плод в 30, 60 и 100 крат. Во имя Ищуа, Господь, мы молимся Тебе, чтобы помазание Святого Духа, которое внутри нас, оно на самом деле возрастало от слышанного нами, Господь. Для того, чтобы мы, Господь, могли просить помазания на нас, Господь, чтобы, Господь, иметь Твои цели, чтобы иметь Твои планы и иметь Твои достижения, Господь, во имя Иисуса. Боже, мы здесь собрались, не чтобы слушать человеков, а чтобы слушать Святой Дух, что говорит Дух церквям, Господь. Потому что Твое слово говорит, слушай, церковь, что Дух говорит Тебе. И мы благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты сейчас вкладываешь в нас эти пророческие молитвенные семинары внутрь нас, Господь, эти слова жизни, для того, чтобы мы пошли и принесли плод, и чтобы плод наш пребывал вовек, и чтобы лист наш не вял. Мы здесь, Господь, у потоков воды живой, Господь. Мы здесь пускаем корни, Господь. Мы здесь питаемся минералами и витаминами, Господь, для того, чтобы быть плодовитыми людьми, Господь. И я прошу Тебя, Отец, все, кто здесь, все, кто еще придут, и все, кто будут слушать, Господь, через видео, Господь, через соцсети, YouTube-канал, Боже, чтобы мы, Господь, все принесли плод во время свое, во имя Ижуа, Господь, чтобы это слово укрепилось в нас, чтобы это слово, Господь, возрастало в нас, чтобы это слово умножалось в нас, Господь. Я прошу Тебя за эту церковь также, Господи, чтобы апостольское помазание, пророческий дух и сердце пасторя было в каждом человеке, Господь, чтобы мы могли служить друг другу, Господь, любовью, чтобы мы могли служить друг другу, Господь, в свободе, потому что где дух Господень, там свобода. Благослови моих братьев и сестер. Я покрываю их кровью Иисуса. Я благословляю их, Господь. И я говорю, в это время, Господь, когда они находятся на этих семинарах, я запрещаю дьяволу атаковать их жизни, чтобы отвлекать их от этого слова. Во имя Иисуса, я высвобождаю помазание сейчас, и я прошу Тебя, пусть сила Святого Духа, Господь ищу, а разрушит всякое ермо. Помазание Твое, Господь. Я прошу, Господь, в эти дни, пока еще происходит этот семинар, являйте чудеса и знамения, и показывай свою волю. Во имя Иисуса из Назарета, благослови их, Господь. И весь народ Божий скажет. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok